Так, я сделала скрабик на лицо, вот такой вот, с абрикосовых косточек от Greenway, и нанесла масочку, ведь я уже впиталась, зеленая аптека, интенсивный лифтинг, сейчас буду умываться, снимать ее, кто там хотел уход, чтобы я показывала, вот уже пришло время, холодно стало, и наконец-то я могу пользоваться масочками, летом я этого не могу делать из-за жирной кожи. Вот, так что, поухаживала с утрица, чуть-чуть, и теперь буду блистать. Жарю картошку, муж любит с кефиром, поэтому купили картошки, жарю, у меня сало было такое замаринованное, кусочками сразу порезала и заморозила для того, чтобы жарить картошку. Вот, сейчас накрываю крышечкой, и она будет жариться, а я пошла убирать. Так, готовлю борщевую заправку, режу помидорки, вот здесь у меня помидоры, красный перец, зелень будет, соль и сахар, все, все вот сюда складываю. Здесь компотик сварила, виноградно-грушево, вот, и все спят у меня, еще, ну как, Артурка и Виталинка спят. Виталинка в школу не пошла, болела голова, я ее не стала будить, вот она спит. Вот, этим временем пока режу борщевую заправку, вот, и дальше пойду убирать в территории. Так, буду готовить яблочный сливовый пирог, здесь 5 яиц, 6 столовых ложек сахара, полтора стакана муки, сейчас сюда добавлю, соду гасим уксусом, вот, и режем сюда яблоки и сливы. Все, выпекаем пирожок, очень-очень вкусно. Так, все, пирог готов, сейчас это все перемешиваю и выливаю формочку, и выпекаю. У меня тут сливы, еще нектарин и яблоки. Вот, много начинки кладу, очень много, видите, одна начинка. И сейчас буду выпекать. Духовка уже разогрета до 250 градусов. Здесь у меня уже почти, почти готова борщевая заправка. Вот так вот. Перец и помидоры варятся. Сейчас я добавлю сюда зелень, укроп и петрушку. В основном, если укропа нет, то главное, петрушечка сюда. И все, по вкусу буду добавлять соль и сахар. Оно должно быть такое пересоленное и слегка сладковатое. Не могу сказать пропорцию. Вот, я так на вкус, на слой. Уксуса я не добавляю. Отлично стоит зимой, без погреба. Все окей. Все, ставим в духовку пирог выпекаться. До готовности проверяем с шпажкой или спичкой. Втыкаете, если спичка или шпажка сухая, значит пирог готов. Смотрите, как груша покрасилась от винограда, видите. Вот. Переливаю сейчас компот. Уже один перелила часть. Сейчас эту переливаю. Здесь сварю небольшую кастрюльку в этой кастрюле супа с галушками. Так, приготовила уже тесто на галушке. Я не делаю густое. Вот такое вот. Можно гуще чуть-чуть. Но мне нравится такое. Значит, здесь одно яйцо. Муки, не знаю. Может, 4 столовые ложки, может, больше. И кипяток. Тесто горячее. Замешиваем вилкой или ложкой. Соль. Больше ничего не надо. Вот так двумя ложечками берем. Одной берем, другой счищаем. Ложку все время мочим в воде. Все. И бросаем вот сюда супчик. Супчик у меня здесь сейчас закипит. Здесь картошка, морковь на терку, лук, томатная паста и куриное филе мелко порезано. Вот, все. И сейчас в горячую воду бросаем в ложечки наши. Так, все. Суп мой готов. Добавила сюда петрушечку. Вот зеленушечку. Все посолила. Супчик готов. Талинка очень любит такой суп. Вот, сейчас еще попробуем. Сейчас минуток 5 выключаю. Вкусно. И сюда тоже добавила зелень. Сейчас буду стерилизовать банки. И закрывать борщевую заправочку. Вот. Так вот. Красота. Так, смотрите, пастила у меня получилась. Очень вкусно, правда, очень. Вот, это я делала из жмыха, который остался от сока яблочного. Вот, я очищала яблоки. Оставалась только шкурка и вот этот вот пюре, да, само от яблочка. Так вот она гнется. Очень вкусная. Я думала, что она, знаете, будет кислым, таким броженым запахом. Вонять нет. Я сначала ее в этом противне там хранила, внутри на этом, на пергаменте. Но она не сохла. Потом я сюда положила. Сначала в пергаменте, потом убрала все-таки с пергамента. И просто вот так на солнышке переворачивала этот лист. Он был на всю вот эту штуку. Порезала ножницами. Очень вкусно, прям вообще. Еще осталось у меня немного яблок. Может быть, я сделаю еще пастилу. Очень вкусно. Ну, правда, прям я удивлена. Мне прям очень-очень понравилось. Поэтому всем рекомендую. Со слив, я знаю, тоже получается очень вкусное. Можно попробовать. Просто вкусняшка. И получается безотходное производство. На зиму к чаю. Ароматная. Я прям жалею, что я из остального жмыха повидло закрыла. Была пастилу делать. В холодильнике, я знаю, ее хранят. Очень вкусно. Так что, пока есть яблочки, сливы, пробуйте, делайте. Вертолюс, смотрите, прям полетел какой. Такая у нас погодка сегодня. Тепленько. 17 градусов. Мы сейчас пойдем на уличку с Виталинкой ненадолго. Вот. И... Сейчас закрываю быстро за эту заправку и идем на уличку. Вот. Закрыла. Все. Буду закатывать ключом. И ставлю в теплое место. Вот. 2, 4, 6, 7 баночек полулитровых. Этого с головой хватает на зиму. 5 баночек. В общем, хватает всегда. Можно пол баночки использовать. Такой борщевой заправки. Можно целую банку. Вот. Ну, я, как правило, целую. Использую. На 6 литров. Ароматный, вкусный борщ с томатом получается. Томат я никогда не добавляю, потому что здесь помидоры и перчик салатный. Ну, а летом варю со свежих помидор и с перца. Обязательно украинский борщ. Вкусненько. Идем. Все, пойдем, я сегодня вкусняшку дала. Идем. Спасибо. 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 Та-дам. Так, посушила зелень в микроволновке. Будете спрашивать, как. Просто режете зелень. У меня тут большинство это хвостики вот эти, которые зелень я морозила. А хвостики именно, которые остаются, я вот их так посушила. Ну, тут есть и зелень, даже базилик чуть-чуть попался. Просто нарезаете, ложите в тарелку и в микроволновку. По несколько секунд. Секунд 10 прошло. Открыли. Пар вышел с зелени. Опять поставили. Опять несколько секунд. Пар вышел. Осторожно, потому что, видите, я пропустила, и у меня загорелась зелень. Вот, видите, загорается она. Вот, поэтому, как бы, вот так вот. Ну, вот такая зелень, видите, она не теряет цвет. Вот, если сушить вот просто на солнце, то она теряет цвет почему-то. А в микроволновке очень быстро она высушивается и мне нравится больше. Увидела этот способ давно в ютубе и пользуюсь уже несколько лет. Присыпаю в баночку. И вот так у вас хвостики, если остаются, вы можете их сушить и использовать для супа, для разных приправок. Куда угодно. Ну, куда там кто-то использует сухую зелень. В любом случае, зимой все пригодится. Все запасы пригождаются зимой. Вот. Так что, пробуйте. Сушите, пока еще зеленушка есть. Сушите все, все, что можно. Потом зимой скажите сами себе спасибо. Все, пересыпала. Это мойку мыть. Поехали. 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 Продолжение следует...